Дефиле стало завершающим этапом Олимпиад профмастерства, проходивших в учреждениях начального профессионального образования области. Итоги своих кропотливых трудов представили ученики из Твери, Кимр и Торжка. Это конкурс профессионального мастерства. Для студентов и преподавательского состава в нем участвовать очень престижно, поскольку это подведение итогов, это своеобразный экзамен. А для студентов и преподавателей это показатель того, что студенты уже конкурентоспособны и уже готовы, то есть они проявляют свою готовность таким образом для профессионального роста и для устройства на работу дальнейшего. Здесь собрались лучшие из лучших. То есть это уже пройден предварительный отбор, и здесь уже дух соревновательный, и что очень радует, это то, что они болеют друг за другом. Это праздник, это событие, событие регионального этапа. Поэтому, конечно же, ощущение праздника, ощущение подпитки энергетической, ну и в общем уже сразу есть мысли о том, что делать на следующий год, что нужно, к чему стремиться. Я думаю, что это очень важно, поскольку это хороший толчок для творчества. Основной идеей конкурса «Серебряные ножницы» является уникальная возможность для юных мастеров и дизайнеров почувствовать себя настоящими профессионалами и раскрыть свой творческий потенциал. Представленные на конкурсе работы поражают своим разнообразием и индивидуальностью. Взрыв красок в коллекции «Жаркие ночи в Африке», экстремально смелые модели в коллекции «АБЦ», невероятный боди-арт и завораживающие прически – нестандартные решения. Участники конкурса действительно смогли произвести впечатление на жюри и зрителей. Мне все очень понравилось. Все коллекции были достойны призовых мест, и там было все очень великолепно, все коллекции. В бывшем 15-м лицее, да, в технологическом колледже. Понравилось очень их костюмы, очень яркие такие, патриотичные. Понравилось просто все великолепно, даже то, что они, ну, походка, вот это все просто было великолепно. Просто мне очень понравилось. «Серебряные ножницы» – это не просто конкурс, это театрализованное представление. И хотя все участники были достойны самой высокой награды, все же гран-при в номинации моделирования мужской и женской одежды досталась ученице Тверского промышленного экономического колледжа Яни Скринжевской. Ее коллекция – дефилея. Это работы безупречного стиля и качества. «Создавалась она как дипломная моя коллекция, то есть хотелось, ну, я часто езжу на конкурсы всякие разные, и замечала очень часто, что не используют верхний ассортимент. То есть хотелось, чтобы приехать на конкурс и выделиться на фоне остальных вот именно верхним ассортиментом. То, что делают обычно классические платья, более, ну, классику промышленности, которые подаются в каждом магазине, хотелось вот именно, чтобы заметили. И музыка подбиралась очень, ну, долго подбиралась музыка, и коллекция шилась два или три месяца. То есть я очень старалась, хотела, чтобы пальто были необычные. То есть не просто обычно, как все ходят в магазине, а вот именно подчеркнуть рукава, как-то низ пальто. Вот выбрала черно-белый цвет, чтобы они были контрастные и яркие, чтобы, ну, вот, бросались в глаза. А во владении парикмахерским искусством не было равных ученикам Тверского профессионального лицея номер 10. Вне времени так называлась их коллекция элегантных вечерних причесок. Но стоит отметить, что все же в конкурсе «Серебряные ножницы» не было проигравших, ведь все участники имели уникальную возможность воплотить свое творческое вдохновение и собственное видение моды в креативных образах. А нет ли главная награда для начинающих мастеров?